Мне через месяц будет 80 лет. Спорт дал Вячеславу Михайловичу Линнику здоровье и долголетие. Он не представляет своей жизни без физкультуры. И даже в столь почтенном возрасте ветеран спорта решил принять участие в городских соревнованиях по лёгкой атлетике. И подал заявку на 3 километра. Говорит, что бежит не ради победы, а чтобы проверить свои силы. За его плечами много больших соревнований. Спортом он начал заниматься с детством. 32 марафона я классических пробежал. Это по 42 километра. И один раз 100 километров. В Уфе. Ну, правда, тяжеловато было. Соревнования по лёгкой атлетике проводятся в нашем городе более 30 лет. В первенстве участвуют все желающие спортсмены, как любители, так и профессионалы. А в чемпионате только сильнейшие бегуны. Мы выявляем сильнейших спортсменов и подведение итогов за этот год. Поэтому сезон уже заканчивается. Результаты были сильнейшие показаны на чемпионатах Европы, мира, России. Поэтому, ну, как бы подведение итогов. В программе соревнований забеги на 100, 400, 800 метров и 3 километра. Второй год подряд состязания по лёгкой атлетике проводятся одним днём. Просто сократили программу. В связи с тем, что на прыжке в длину с разбега у нас мало участников. И стафета 4 по 100 тоже, как бы, команды не набираются. Иван Сметанин считает лёгкую атлетику своим профильным направлением. Он постоянно участвует в спортивных соревнованиях различного уровня. В этот раз мужчина подал заявку на 3 километра. Дистанция не из лёгких. По беговой дорожке стадиона нужно пробежать 7 кругов. Без подготовки такое расстояние не преодолеть. На самом деле второе дыхание нужно открывать на разминке. Собственно, разминка, она и нужна для того, чтобы так называемое второе дыхание открылось. Нужно размяться хорошенько, тогда во время начала бега будет это второе дыхание, на котором надо бежать. Его шестилетняя дочь Маша тоже приняла участие в соревнованиях и заняла второе место на дистанции 100 метров. Пока легкоатлеты бежали короткие дистанции, на улице стемнело. Старт на 3 километра давали при свете фонарей. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Сару-24.